Эдит Пиаф – это воробей, ставший фениксом. Так писала о подруге Марлен Дитрих. Эдит никогда не была красавицей. У нее было ощущение неполноценности из-за своего безобразия. Так она сама считала. Писала все та же Марлен. К фигуре своей она относилась без снисхождения и, оглядывая себя критически, замечала. Да, не Венера. Никуда не денешься. Было в употреблении. Эдит Пиаф часто говорила о том, что ее конкретно раздражало в своей фигуре. Грудь висит, попа низко, а ягодиц кот наплакал. Не первой свежести. Но для мужика это еще подарок. Это ее цитата со слов сводной сестры Пиаф – Берта Симон. Но что-то неуловимое по фотографиям, однако четко осязаемое в реальной жизни, ее взгляды, ее голос, сметающая все энергия, притягивала к этой миниатюрной женщине лучших и самых красивых мужчин того времени. Она никогда не была одна. Мужчины сопровождали ее на протяжении всей жизни. Шарль Знавур, Жак Пилс, Их Монтан, Жан Кокто, Жан Маре. Но любовью всей жизни для Эдит Пиаф стал Марсель Сердан. Пиаф сводила с ума толпы мужчин, легко и регулярно влюблялась и бросала любовников. От мужчины надо уйти до того, как он подумает, не уйти ли ему. Когда любовь остывает, ее нужно или разогреть, или выбросить. Это не тот продукт, который хранится в прохладном месте. Обычно говорила звезда своим подругам. Так было, пока она по-настоящему не полюбила Марселя Сердана, в котором нашла то, что искала всю жизнь. Силу, нежность, заботу и страсть. «Мне не хватит и десяти пальцев, а чтобы сосчитать моих любовников, очень легко бросить в меня камень. Но я все время искала того, на кого могла бы опереться, кому могла бы довериться до конца. Я искала и не находила. Мне бы хотелось, чтобы сказали обо мне, как Марии Магдалине. Ей многое простится, ибо она много любила». Так говорила сама Эдит Пиаф. Рядом с высоким и мускулистым боксером Пиаф, рост которой составлял метр сорок семь, выглядела просто девочкой. А чемпион смотрел на нее с нескрываемым обожанием. Он считал, что в таланте певицы есть что-то сверхъестественное. «Эдит, ведь ты всего треть от моего веса. Я дону на тебя, и ты рассыплешься. Но какой у тебя голос?» В голове не укладывается. Возлюбленная светилась от счастья. Ведь она обрела своего героя. Громадного парня, обожающего ее, готового ради нее на все. Кроме того, он стал первым мужчиной, который тратил на нее деньги, а не наоборот. Чемпион купил любовнице ее первое норковое манто, которое она с удовольствием носила. И дело было не в цене. Знаменитая певица могла купить 10 таких манто. «Мне бы в жизни такое в голову не пришло, а он догадался», рассказывала подругам счастливая Эдит. В ответ она задаривала Марселя дорогими костюмами, обувью из крокодиловой кожи, бриллиантовыми запонками и зажимами для галстуков. А самыми ценными из ее подарков были свитера, которые она вязала собственноручно. Но бросить жену и трех сыновей боксер не мог, как не смог и скрыть свой роман. Сама Пиаф никогда не хотела выводить любимого из семьи. Да, она была ужасно несчастна, что они не могут стать мужем и женой, но думала, лучше пусть несчастной будет она, чем дети ее любимого. Она говорила, «Нельзя, чтобы страдали невинные. Я знаю, мы бесконечно несчастны. Если бы у Марселя не было детей, все оказалось бы намного проще. Одна женщина или другая. Борьба с равными шансами. Но ситуация иная». Журналисты, конечно же, обо всем узнали. И чтобы в одночасье отделаться от их назойливого внимания, чемпион устроил пресс-конференцию, где, не дожидаясь вопросов, заявил, что идет его любовница. И любовница только потому, что он женат. На следующий день после этой, наверное, самой короткой пресс-конференции о знаменитой паре не появилось в газетах ни слова. А певица получила невероятных размеров корзину с цветами и запиской. От джентльменов. Женщине, которую любят больше всего на свете. Когда ее возлюбленный пытался отстоять титул чемпиона Европы в среднем весе, но проиграл, газета «Франц Диманш» опубликовала статью под названием «Пиаф приносит Сердану несчастье». Тон публикации, рассказывающий об этой паре, был весьма твусмысленным. Сердан ежедневно видится с Пиаф. Она ходит на все его матчи. Он каждый вечер слушает, как она поет. Эдит привлекает Марселя в том смысле, что она разговаривает с ним о музыке, литературе и поэзии, что в свою очередь нового для него, опустившегося с небес на землю. Жена боксера Маринетта прислала ему с Касабланки телеграмму «Между нами все кончено, я подаю на развод». А он ей ответил «Если ты уйдешь из дома, я тебе оторву голову». В письме жене он убеждал ее только в сердечной дружбе с Пиаф и не более. Любящая жена сделала вид, что поверила его словам. В конце лета 48-го года Марсель, прилетев в США для проведения боя за звание чемпиона мира, приступил к тренировкам в спортивном лагере. Здесь соблюдался строгий спортивный режим как в еде, так и в общении с женщинами. За нарушение – дисквалификация. Но певица не выдержала разлуки и через три дня тоже оказалась в Америке. За две недели до начала своих гастролей в Канаде. И они провели их вместе. Сердан снял рядом со спортлагерем бунгало и тайком привез туда Эдит. Десять дней нелегально жила звезда в этом домике с закрытыми шторами, без горячей воды и света, питаясь чаем и бутербродами. По ночам она встречалась с возлюбленным, и они были счастливы. Затем также тайно Пиаф покинула убежище и отправилась на канадские гастроли, которые прошли блестяще. А Марсель Сердан выиграл бой за звание чемпиона мира. Пиаф находилась среди зрителей этого поединка. Когда рефери поднял вверх руку Марселя Сердана, певица от волнения порвала шляпу зрителя, сидевшего рядом. Еще ходили слухи, что после празднования победы чемпион мира шел в нью-йоркскую квартиру певицы на парк Веню по ковру из лепестков роз, рассыпанных от лифта до двери Эдит. В том же году Пиаф написала слова своей знаменитой песни «Гимн любви», адресованные любимому Марселю. «Если однажды жизнь оторвет тебя от меня, если ты умрешь, будучи далеко от меня, не важно, что ты меня любишь, потому что я тоже умру. Мы будем в вечности вдвоем». Эдит была на гастролях в Нью-Йорке. Марсель заказал билет на пароход до Нью-Йорка, где вскоре ему предстояло провести матч-реванш за чемпионское звание. Изнывая от разлуки, Пиаф позвонила любимому в Париж. «Марсель, ради бога, скорее прилетай самолетом, я не могу без тебя». «Хорошо, дорогая, завтра я вылечу, я тебя люблю». В районе Азорских островов его самолет потерпел катастрофу. Все пассажиры и экипаж погибли. Эдит стояла за кулисами Нью-Йоркского зала «Версаль», готовясь к выступлению. В это время ей передали, что авиалайнер, которым летел ее любимый, разбился. И Марсель был среди погибших пассажиров. Его труп опознали по часам. Он имел привычку носить их сразу на обеих руках. Никто не думал, что великая Пиаф сможет петь после такого известия, но она нашла в себе силы. Вышла на сцену и глухим дрожащим от волнения и слез голосом произнесла «Я буду петь в честь Марселя Сардана только ради него». И запела свой знаменитый гимн любви, адресованный любимому «Если однажды жизнь оторвет тебя от меня». И пела так, что зал обезумел, а ее без чувств унесли со сцены. Позже певица в памяти своим возлюбленным написала песню «Красивая история любви». Я пытаюсь тебя забыть, но это выше моих сил. Моя душа рвется на части, но я принадлежу лишь тебе. Никогда больше Примадонна не была влюблена в мужчину, которого бы считала равным себе. Эдит Пиаф заглушал душевную боль сильнейшими антидепрессантами. Всегда сильная, мужественная, решительная тут певица сломалась. Цена этой любви оказалась для нее слишком высокой. Он не только подарил Эдит счастье, но и оставил в душе незаживающую рану. В отчаянии Эдит стала пить. Одеваясь в старые вещи, она ходила по улицам и пела прохожим. Пиаф словно сошла с ума. И вдруг в Париж пришла телеграмма. Жена Марселя, Маринетта Сардан, срочно просила Эдит приехать в Касабланку. Спустя несколько дней та вылетела в Марокко. Две женщины, любившие одного мужчину, теперь стали подругами. С 1951 по 1963 Эдит пережила четыре автомобильных катастрофы, одну попытку самоубийства, четыре курса дезинтоксикации, один курс лечения сном, три гепатических комы, один приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций, две бронхопневмонии, и один отек легкого. Писала ее сводная сестра Берта Симон. Теперь она почти постоянно находилась в больницах и выходила лишь на пару дней, чтобы дать очередной концерт в Париже. Пиаф весила 33 килограмма, ее ноги высохли, а на голове практически не осталось волос. Но несмотря ни на что, в перерывах между больницами она выходила на сцену даже тогда, когда не могла рожать скованных артритом рук и не уходила с нее даже в полуобморочном состоянии. За несколько дней до смерти Пиаф, вопреки запретам врачей, вышла к зрителям. На последнем своем концерте она исполнила песню «Нет, я не жалею ни о чем». Я вела ужасную жизнь, это правда, но также жизнь изумительную, потому что прежде всего я любила ее, жизнь, и любила людей, моих возлюбленных, моих друзей, а также незнакомцев и незнакомок, составляющих мою публику, для которой я пела, часто превозмогая себя, для которой хотела умереть на сцене, допев свою последнюю песню. Ее похоронили на кладбище Перла Шес. Ватикан запретил отпевать грешницу, но оплакивать ее пришло 40 тысяч французов, пожелавших проститься с великой певицей, маленькой, но сильной женщиной Эдит Пиаф. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!